Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить пенерлы пиде поача. Итак, название нашей выпечки, я хочу его немножко расшифровать, поача. Это выпечка очень популярная в Турции. Это булочки, которые в основном делаются сырной начинкой. Это такой творожистый сыр. У нас здесь он, вот у меня лор пенер. Я его буду начинять с рубленой петрушкой. А форма самих булочек будет такая вытянутая, поэтому называется пиде. А сами булочки это пуача. Это выпечка с сыром. Это небольшой размер булочки с сыром, скажем так, начиненные творогом. Нам для приготовления потребуется 3 стакана муки, полстакана йогурта, полстакана растительного масла, примерно 100 граммов сливочного масла, я его растоплю. Соль, ну скажем чайная ложка соли, столовая ложка уксуса, столовая ложка бейкинг паудер или разрыхлителя для теста. Мы будем выпечку делать без дрожжей. Одно яйцо, я не считая того, которое пойдет еще у нас на смазку. В принципе, мы можем смазать и йогуртом. Так, и это все. У меня в качестве стакана или чашки идут вот такие вот мерильницы, которые сказано, что это на одну чашку. Итак, начнем. Кладем муку. Три чашки муки. Разрыхлитель для теста или бейкинг паудер. У меня вот так столовая ложка. Теперь это из сухого соль. Как я уже сказала, ну примерно, скажем, даже меньше. Пол чайной ложки соли. Так, теперь разобьем яйцо. Отмерим йогурт. У меня здесь вот пол чашки. Йогурт. Теперь масло растительное. Сейчас я растоплю сливочное масло. Пока масло растапливается, вливаем столовую ложку уксуса. В принципе, можно обычный или, вот как у меня, яблочный уксус. Итак, сейчас мы немножко вымесим наше тесто, пока масло у нас чуть-чуть остынет. Вот так вымешиваем. Я не хочу, чтобы тёплое масло попало на яйцо, чтобы яйцо не свернулось. Сейчас я перемешаю. Так, теперь уже можно вливать и растопленное масло. Продолжаем вымешивать. Итак, у нас получилось вот такое эластичное тесто. Сейчас я прикрою его полотенцем. И мы дадим ему отдохнуть минут 10-15. А сейчас займёмся приготовлением начинки. Это очень просто. Наш пионер и рубленая петрушка. А сейчас я Nichts. А сейчас, что делать? А я сейчас так! Сola. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Итак, тесто я поделила. Вот такие примерно равные части. Что теперь мы делаем? Мы берем вот так, придаем тесту круглую форму. Пальцами вот так расплющиваем тесто в лепешку. Кладем начинку. Вот так. Вот такая у нас получается пача. И вот таким образом мы, еще раз я сделаю, скатываем в лепешку, вернее шарик расплющиваем в лепешку. Кладем начинку и формируем наши пача. Вот, видите, они напоминают популярную выпечку пиде, потому что вот такой вот они характерной вытянутой формы получаются. Вот так. Вот так. Здесь у меня противень, который я застелила бумагой пекарской. И мы укладываем нашу выпечку на противень. Итак, наши все пачи готовы. Сейчас осталось их только смазать. Здесь у меня один яичный желток. Я добавлю буквально ложку столового йогурта. Вот так. Это будет достаточно. Все перемешаем. И смажем нашу плач. Я разогрела духовку до температуры 400 градусов Фаренгейта или 180 градусов Цельсия. Будем выпекать, пока наше плача не зарумянится. Ну, где-то минут 15. Вот так. Выпечка не большая, не крупная. Много времени не займет ее приготовление. Вот так вот смазываем все наши плач. Итак, наши пейнерлы пиде плача готовы. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня.